Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа Я в Бийске. Но сегодня мы выехали немножечко за пределы города. Мы находимся в селе Лесное, точнее за ним. Этот район называется Черная Забока. И буквально через пару минут здесь начнутся соревнования Дет Трофи 2022. Обещают, что будет жарко. И так, рядом со мной Роман Кучеров. Это организатор соревнований. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в чем же заключается суть сегодняшних заездов? Классическое Трофи. Спортсменам нужно собрать как можно больше контрольных пунктов. У каждого класса по 20 кп. За меньшее время. Хорошо. А расскажите, какие классы сегодня выступают? Класс ТР-0, он же полироль. Класс стандарт. Это более-менее подготовленные внедорожники, но не совсем такие уж большие. И класс экстрим. Это типа вот, что на заднем плане у нас. Хорошо. А скажите, пожалуйста, кто принимает участие сегодня в соревнованиях? Откуда собрались спортсмены? Довольно большая территория. Это Барнаул, Барнаултайск, село Петропавловское, Советское. Ну и город Бийск. Расскажите, пожалуйста, вот об этих соревнованиях. Как давно они проводятся и вообще для чего они нужны? В этом году клуб Автобийск 4х4 открывает традиционным соревнованием Дет Трофи, новый сезон. Соревнование посвящено памяти Андрея Чубарова-старшего. Уже много лет мы сезон открываем именно этим соревнованием. А расскажите немного о себе вообще. Как давно вы занимаетесь автогонками и почему вот настолько погрузились в этот мир? Ну вообще автоспортом начал заниматься с 2005 года. В 2006 мы начали клубное движение в городе Бийске. Начинали это все с легкового транспорта. Затем вектор как бы перешел на полный привод, потому что на сегодняшний день внедорожный автоспорт имеет более развитие прогрессивное, чем другое. Видимо связано из-за того, что не требуется специально подготовленный трасс, не требуется хорошего асфальта. Чем хуже трасса, тем лучше для спортсменов. Все, поедем сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас я вам наглядно покажу, что же нужно сделать участникам. В общем, по маршруту расположены вот такие таблички, которые по координатам ищут участники. Один из них выбегает из машины, касается эту табличку рукой, а второй рукой нужно держаться за машину. Напарник по команде фотографирует все это, а затем вот по этим фотографиям и будут выставляться баллы. Как давно увлекаетесь гонками и вообще почему решили принять участие? Гонками я лично увлекаюсь примерно с 15 или с 16 года. Потом был небольшой перерыв в соревнованиях, ну у меня лично. Ну а сейчас заново решил вернуться. Ну все-таки это не отнять уже. То есть один раз попробовал и все, и на это подсаживаюсь. Ну кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне достаточно нравится. Как успехи на соревнованиях? Успехи. В 2017 году я получил третий спортивный разряд по трофи-рейдам. Но его надо подтверждать, соответственно срок истек. И вот решил заново попробовать восстановить. Сегодня вообще насколько сложный маршрут? Насколько вообще непросто или просто все это проехать, пройти? Нет, сегодня маршрут вообще на самом деле легкий и простой. Но как подготовка автомобиля, летняя резина на автомобиле, это усложняет передвижение по пересеченной местности. Я как понимаю, вы застряли? И что сейчас будете делать? Ничего, мы сейчас вперед-назад и поедем. Ну вот, собственно, почему застревают экипажи. Таблички расположены в каверзных местах. И для того, чтобы подобраться к ним поближе, естественно, повсюду сугробы. И вот сейчас ребята застряли. И насколько я знаю, им нужно стравить резину. Это означает спустить колеса для того, чтобы выехать. Резина пробуксовывает. Сейчас мы стравим, сделаем более большое пятно контакта у покрышки, соответственно, с поверхностью. И я думаю, мы поедем. Надо это было сделать раньше. Ну, мы надеялись пропустить этот момент. Но не получилось. Все-таки придется строить. Гонга проходит очень в оживленном темпе, и поэтому за ребятами просто не успеваешь. Приходится ехать за ними вслед, потом выбегать, догонять. Но точки бывают в такой недоступности. Например, вот наверху пришлось преодолевать. Какой-то пруд замерзший. Вот. Ну вот, я вижу, у ребят случилась какая-то поломка, поэтому, возможно, сейчас мне и удастся с ними пообщаться. А, ребят, что случилось? Расскажите. Ну, антиприз ушел. Антиприз ушел. В целом, как проходит гонка? Шикарно. В целом шикарно. Расскажите, почему решили поучаствовать? Потому что спортсмены за Алтай болеют. Участвуют точнее. Чем нравится этот вид спорта вообще? Ну, машинки, они для мужиков, они и есть машинки. Все. Давай. Что делать? В общем, разговаривать, ребята, мне когда нужно заливать антифриз и мчать дальше. Сегодня многих спортсменов пришли поддержать их жены. Я вот смотрю, женщина вслед за машиной бежит, спрашиваю, что же вы делаете? Она говорит, мужа догоняю. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему все-таки решились тоже присоединиться к этому непростому процессу? Очень важно поддерживать мужа. Это, я думаю, что дает ему стимула идти к победе. Это настолько затягивает этот азарт. Такое чувство, что я еду за рулем вместе с ним. Хоть и я бегу на своих двоих, но это нереальный адреналин. Я когда увидела, какой у них, я не знаю, идет адреналин после того, как они проходят какую-то точку, что просто сомнений не остается. Хочется бежать за ним, кричать, давай вперед и только вперед. Только к победе. Хочется бежать за ним, кричать за ним, кричать за ним. Есть вот такие сложные точки, где машине нужно заехать в высоту. Для того, чтобы сделать это, спортсмены используют лебедку. Цепляют ее за дерево, а затем подтягивают машину. Расскажите, как гонка? Тяжко, много бегаешь, все цепляешь, быстрее, быстрее, мокрый весь. В общем, еще и на улице нормальная погодка. Какие у вас сейчас эмоции, впечатления, ощущения? Ништяк, просто ништяк. А в целом, как давно принимаете участие в подобных соревнованиях? Первый раз, я первый раз. Он не первый раз, я первый раз. А с чем можно сравнить этот адреналин? И я даже не знаю, с мотокроссом с каким-нибудь. Вторая лестница, 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 вторая. Сегодня я явно узнаю очень много новых терминов. Например, вот я сейчас кричала лестница, лестница, а это не лестница, это правильно называется трак, который подкладывают под колеса для того, чтобы выехать из сугроба. Конечно же, здесь на соревнованиях присутствует огромный азарт. Так как ребятам нужно не только хорошо управлять машиной, справляться со всеми препятствиями, но и уметь пользоваться навигатором, потому что очень сложно найти те самые точки для того, чтобы сделать фотографию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сегодня на своей машине взяли покататься. Своя в ремонте, еще в длительном ремонте. В мае выйдет. Взяли покататься. Ну, расскажите, как вам автомобиль, как трасса и в целом? У вас это самый лучший автомобиль, какой он может быть? Лучший автомобиль советского автопрома. Как соревнования? Как справились? Насколько было сложно или наоборот легко? Было очень легко. На позитиве, весело, дружно ехали, ломали деревья. Все, давно уже приехали. Расскажите об этом виде спорта. Почему решили все-таки вот необычным вот таким видом спорта заняться? А это стоит раз попробовать. Назад дороги нет. Мы в 2013 году первый раз выехали, замарались и все. Назад дороги нет. Мы первый раз приехали участвовать. Наш автомобиль подготовленный полностью в стоке. И мы прошли всю трассу. А что означает полностью в стоке? Полностью в стоке в автомобиле это значит, что нет никаких модификаций, нет тюнинга. То есть все как с завода стояло, так все и осталось. Прошли всю трассу, это хорошо уже. То, что мы как бы там на каком-то другом месте, это уже не так важно. Но мы, как и все, вернулись назад, сожгли сцепление. Будем его делать и в следующий раз, наверное, приедем еще раз. Что получилось, что не получилось? Да, ну, получилось все вроде. Маленько так пару раз в дерево уехали. Неудачно. И все. Бампер помяли, и все, чуть-чуть больше. Так все отлично. Мы вообще из города Гурналтайска представим клуб «Экстремальная разведка бездорожья», а также представляем Федерацию автоспорта Республики Алтай. У нас в данный момент сегодня самая молодая команда. Это получается от 10 до 14 лет. Нас пропустили, и вот они, ребята, которые непосредственно участвовали с нами на этих соревнованиях. Что же делали дети? Расскажите, пожалуйста. Таскали трапы, копали лопаты, фотографировали, сбрали точки. Им было интересно. То есть они нас... Они толкали машину даже было такое. То есть они на таком драйве говорят, еще хотим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так спортивно мы провели выходной день. Сегодня я от души набегалась по сугробам. Для того, чтобы взять интервью участников соревнований, пришлось преодолеть не один километр, между прочим. А что хочется отметить, что в этих соревнованиях участие принимают настоящие мужчины. Они так самоотверженно бросались с обрывов, во враги, по сугробам. На самом деле дух захватывало даже от того, что я стою в стороне и смотрю на это все. Ну а на сегодня наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока. Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube. В группах «Бийск. Мой город» в социальных сетях. А также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Субтитры создавал DimaTorzok